Ну а прежде чем перейти к подробному обучению, советую тебе перейти по ссылочке в описании на мою страницу на Boosty, там я выкладываю эксклюзивный контент, различные фокусы, трюки и техники с подробным обучением, поэтому оформляй подписку в фокусник и получай эксклюзивный контент. Чтобы повторить это проявление, возьмите 4 туза, их нужно расположить определенным образом в колоде, то есть есть небольшая подготовка, туза черви мы кладем снизу колоды вот так, далее сверху колода идет туз буби, за ним туз пики и следом соответственно туз треп, это вся подготовка, разумеется вы можете сделать какой-нибудь фальш подснятий или фальш тасовку перед показом этого проявления, тогда оно будет выглядеть лучше, давайте разучим вот эту, которую я использовал в демонстрации. Вот так мы держим колоду, то есть стандартный хват для подснятия swing cut, мы берем вот таким утиным хватом треть, снова разделяем указательным пальцем и первую треть кладем на безымянный, то есть мы держим 3 стопки вот так, наша задача взять среднюю стопку вот таким вот образом, далее взять верхнюю и накрыть нижнюю, тем самым у нас полностью сохранится порядок всех карт в колоде, то есть нам просто нужно сделать это в виде такого тройного подснятия, соответственно зритель увидит то, что мы перемешали колоду для него, но на самом деле все карты у нас остались на месте, и уже теперь мы можем делать соответственно наше проявление. Первое, что мы должны сделать это двойной подъем Стюарта Гордона, на самом деле вы можете сделать и стандартный двойной подъем вместо такого, то есть тоже у вас получится проявление, но лучше конечно же выучить именно двойной подъем Стюарта Гордона, есть обучение у меня на канале, здесь также вкратце расскажу. Либо вы можете сделать классический двойной подъем, то есть поставили две карты на мизинец и соответственно перевернули вот так, и все что вам нужно теперь сделать это немного сдвинуть их на вот такую позицию, то есть смысл тот же самый, но я предпочитаю использовать двойной подъем Стюарта Гордона. Соответственно мы делаем наш двойной подъем, у нас две карты на брейке, и мы берем большим средним указательным пальцем вот так, и теперь наша задача указательный палец соединить со средним, повернуть карту и большим пальцем вот так вот прогладить ее с лицевой стороны, опустив палец вниз. Именно так мы и делаем соответственно двойной подъем Стюарта Гордона, натренируйте его, можете также посмотреть другие обучения, мы кладем карту вот так, и наша задача взять и карту и колоду правой рукой вот таким вот образом. И теперь нам нужно просто развернуть колоду именно в этом хвате, и это в принципе все, так мы проявляем две первые карты. Далее все очень просто, нам нужно будет лишь выдвинуть карты в одной и во второй руке. Здесь мы просто выдвигаем нижнюю карту влево и вверх, то есть сделаем такую лесенку, то есть мы просто пальцами толкаем эту карту, тем самым выдвигая и проявляя ее вот так. Ну а левая рука у нас должна вот так вот большой палец опустить вниз и просто зацепить нижнюю карту, вытянув ее вот так. Соответственно вам нужно соединить все это дело вместе, то есть мы разворачиваем и вот именно вот в этом моменте мы начинаем раскрывать карты, то есть еще до того, как соответственно мы развернули стопку полностью. Давайте еще раз все вместе, туз снизу, три туза сверху, теперь мы делаем двойной подъем, поворачиваем две карты, вот так, кладем вот сюда, разворачиваем стопку и раскрываем вот таким вот образом две карты, тем самым получая такое красивое, прикольное и плавное проявление тузов. Тузов. Тузов.